Еще какие-то события происходят? Поэтому как-то тема тревоги... Тема тревоги, тема неопределенности и тема ориентации в очень быстро меняющемся пространстве, в очень быстро меняющейся ситуации. То, что мы сейчас делаем, это фактически такой вот вызов неопределенности, который мы либо как-то все вместе примем, потому что, мне кажется, когда мы вместе с кем-то проживаем эту неопределенность, то это является большим ресурсом. И тогда мы можем что-то вместе с этим сделать. Вот. Ну, я, наверное, начну про тревогу, потому что не испытывать тревоги было бы странно. Хотя, вы знаете, вот когда я учился в клинической орбинатуре по психиатрии, мой учитель, она такая очень романтичная женщина, она очень негативно относилась к тревоге и к страху. Она говорила, Леш, умные люди переживают тревогу, а как только тревога становится предмеченной, и появляется какой-то объект, который страшит. Она говорит, тут страх. Так вот, настоящие мужчины страх не переживают. Они злятся, все что угодно с ними происходит. И она мне говорит, знаешь, Леша, страх это для дебилов. И я так с этой штукой ходил внутри, потому что я иногда страх переживал, и в этом месте чувствовал, что что-то, может быть, со мной не так. Может быть, с моим интеллектом что-то не так. И только потом, в процессе занятия дештальтерапии, я понял, что нет, нормально. Все эмоции, которые существуют, они имеют право на существование, и, в принципе, может человек и страх испытывать. А уж тревога-то тем более. Ну и тревога, понятно, что она бывает нормальная тревога, такая нормативная тревога, не патологическая тревога, а та тревога, с помощью которой мы адаптируемся в среде. И странно было бы сейчас мне, находясь в незнакомой аудитории, видя, допустим, Анжелу из Владивостока, которую я никогда не видел, не испытывать тревогу. Ну, а чего бы я ее не смотришь? Мало ли, что человек скажет. У вас, понимаешь, тут вера, черт и что в Хабаровске творится, да? Вот, я сейчас смотрю, Анжела мне улыбается, как-то там... Смущается. Смущается. Все, я вижу, что так нормально, можно диалог останавливать, и в этом месте можно не особо надревожиться. Вот, и понятно, что вот эта нормативная тревога, она регулирует наше поведение в незнакомой ситуации. А поскольку незнакомых ситуаций много, да, то, ну, нормальное состояние тревоги, легкий уровень тревоги существует всегда. Если у человека вдруг нет этого уровня тревоги, ну, во-первых, такие люди не выживают эволюционно, да? Те, у кого не было тревоги, все давно погибли. Оставились прекрасные саги о них, да, рассказы, мифотворчестве, так сказать, они мелькнули, как звезда. Ну, на самом деле, потомство от них не осталось. Потому что нормально бояться, это нормально, да? И тревога как раз регулирует, она регулирует наше расстояние до объекта. И когда мы попадаем в ситуацию, если ситуация незнакомая, да, то мы испытываем легкую тревогу. И феноменологическая ее особенность в том, что тревога разлита в поле. То есть тревога разлита в поле, и трудно бывает сориентироваться, каково это. И, ну, в норме у меня должна возникнуть тенденция на такое осторожное обращение с этим новым для меня полем, и я начинаю выбирать какую-то дистанцию, да? Но какую дистанцию? В идеале, да, если я бы сейчас убежал отсюда, да и тревоги никакой бы не было. Вот так в группу садишься, новые люди, тоже можно свалить с группы и не испытывать тревоги. И бросить все это. И бросить все это к чертям собачьим, да. Но, да, я не могу далеко убежать, потому что как только начинаю удаляться на приличное расстояние, начинает меняться мой образ я. Я что, боюсь? Что это такое? У меня возникает стыд, да, перед тем, какой я трусливый, на самом деле, человек. И вот начинается вот такие колебания, да? Колебания приближения, но тревожно, да? И отдаление, ну, отдаление тоже прекращается. Вот, например, такая ситуация выбора, да? Которую мы, собственно, попускаемся. Ну, да. А я бы тогда просто бы про неопределенность для начала говорил. Давай, давай. Ну, с таких более широких, наверное, позиций. Но, хотя, конечно... Да, у нас за широкие позиции отвечает Максим. А я, как ни странно, отвечаю за узкие позиции. Это парадокс. Ну, просто вот тревога – это такая хорошая точка входа в эту тему неопределенности. Потому что мне кажется, что тревога и неопределенность в каком-то смысле – это синоним. И гештальтерапия, она, в общем-то, работает с тревогой. Потому что вот всё, что мы относим к категории недифференцированного возбуждения, всё, что мы относим к теме приконтакта, это как раз и имеет отношение, связанное с тревогой. И мы, получается, как бы... Ну, то есть тревога, неопределенность является таким как бы базовым, что ли, состоянием человека. Она является универсальной категорией. То есть, ну, мы все погружены в эту неопределенность. И, в принципе, из этой неопределенности, то есть из неопределенности того, чего с нами происходит, так именно складывается сейчас уникальная ситуация в моей жизни. Потому что она творится прямо здесь и сейчас. И это всё является непонятным до какого-то момента. Получается, что я всегда делаю такую челну всё время. То есть я из какой-то неопределенности через усилия, которые я натрачу на то, чтобы эту неопределенность выдерживать, я перехожу к какой-то необходимости. Но эта необходимость, она является уникальной, потому что вот её структура существует только здесь и сейчас. То есть вот сегодня вот у меня необходимость там будет такая, например, вот здесь вот сидеть, стоять, сидеть, рассказывать лекции. В следующий раз что-то будет другое. Но в любом случае, чтобы куда-то попасть, нужно сначала какое-то время побыть в тревоге, потому что тревога, она как раз маркирует начало пути, неопределенность. Ну, кстати, вот по поводу сидеть и стоять. Вот эта поза, которую мы заняли, эта поза уже была год назад. Эту позу занимали наши тренера. Смотри, мы вот сидя стоим с тобой, и вот в этой позе тоже есть какой-то раз, ага, всё, какая-то опора возникла. Как-то больше определенности в этом месте. Ну, это да, к вопросу о том, то есть через какие механизмы мы, в принципе, можем с этой тревогой что-то делать. Вот это вот очень интересно, потому что сейчас у нас, как известно, такое общество развивается в эпоху постмодернизма, постмодерна, то есть когда ничего не понятно. То есть если раньше там были какие-то достаточно ясные, большие основания, ну, например, там было понятие хорошо, плохо, да, там добро и зло, или, например, было какое-то конкретное представление о человеческой природе. Человек там изначально добрый или ещё что-то. Вот, а сейчас, ну, получается... Ну, или все мужики козлы. Или все мужики козлы. А сейчас мы оказываемся в такой ситуации, где сущности нет, а есть только процесс, и этот процесс всё время находится в становлении. И гештальт, собственно, вот этого слова, гештальт, да, он как раз обозначает вот эту штуку. То есть гештальт – это форма становления, то есть не что-то такое, что существовало до нас и будет существовать после, а то, что существует в настоящий момент и то, что вот в настоящий момент формируется. Вот. А что я хотел сказать про это? Пошире бери. Да, пошире, надо как-то сужать, наоборот. Сужать? Я действую потому, что, ну, вот такая вот природа. Или потому, что так всегда происходило, и поэтому я действую сейчас. И это основание уже не работает. И тогда гештальт-терапия говорит про другое основание. Она говорит про процесс творческого приспособления. То, что вот этот процесс творческого приспособления, он всегда неопределен и всегда нужно обладать достаточно большим мужеством, чтобы этот процесс выдерживаться. И вот то, что говорит Алексей, одна из форм опоры – это опора на опыт прошлых отношений. То есть когда мы первый раз вступаем в какие-то отношения, мы всегда вынуждены погрузиться в эту неопределенность. Но после того, как мы проживаем этот процесс, то в следующий раз для нас уже будет чуть менее опасно. И вот если мы сейчас находимся в этом зале и говорим эту лекцию, то в общем-то, в том числе благодаря тому, что у нас уже был какой-то опыт, и этот опыт находится в теле. И вот об этом пишет хорошо Спанировал опыт. Вот у нее есть последняя книжка «Будущее для настоящего» и «Настоящая для будущего». Что-нибудь неважно. Вот она очень хорошо про это пишет, что опыт предыдущих отношений, он у нас остается, и он в том числе формирует безопасность для каких-то новых экспериментов. Ну да. И было бы странно не иметь тревоги. И было бы странно быть готовым ко всему. Ну представьте, да, прошел какую-то школу жизни, начитался каких-то умных книг, и ты ко всему готов. Но это было бы странно, потому что ситуация каждый раз уникальна. И что тогда может дать мне вот эту устойчивость? Ну, во-первых, тревога у меня будет всегда, но всегда у меня в фоне, в моем теле, есть опыт прожитых вот этих циклов проживания неопределенности. Было неопределенно, было тревожно, но я через это прошел. Я не знал, как поступать в институт, но у меня был опыт сдачи школьных экзаменов. Кстати, довольно нелепый. И опираясь на этот, пусть даже нелепый опыт, все равно я пошел на эти экзамены, и мне было понятно, что можно эти экзамены сдавать. А когда пришел на экзамен, я встретил умилых людей, которым я явно нравился. Я прям понимал, что вот этим преподавателям я нравлюсь, сейчас я им буду сдавать экзамен. Несмотря на то, что я пришел сдавать химию, а там была физика, к физике я не был готов. Зато я был симпатичный тогда еще. Вот, и я пренебрался на эту симпатичную. И вот этот опыт, эти циклы опыта, которые были у меня, вот они-то как раз, эти прожитые ситуации, дают мне основания в новую ситуацию более-менее без патологического страха, без ужаса и без паники входить. А есть еще такая иллюзия о том, что безопасность можно обеспечить, не находясь в процессе. Не находясь в процессе, в котором эту безопасность надо простраивать. Но я вот сейчас вот на примере приведу. Ну, например, начинающие терапевты, вот они часто говорят, ну, мне, например, нужно там еще один диплом получить, и тогда все, я как бы смогу вот в эту практику выходить и работать. Это какая-то странная иллюзия, потому что, несмотря на количество дипломов, вот этого страха, этой неопределенности, этого ужаса от чего-то делания в первый раз, его все равно избежать нельзя. То есть туда нужно погрузиться. Единственный путь этот страх прожить, это через него пройти. И потом уже дальше это будет легче. То есть вот невозможно как бы прожить ситуацию, находясь вне этой ситуации, находясь в метапозиции. То есть, к сожалению, тревога требует для того, чтобы ее прожить, она требует участия. Я буду иллюстрировать. На третьей ступени ребята, которые сертифицировались и уже приближаются к окончанию этой ступени, люди получают друг у друга терапию. И один из участников группы прямо с выходит с таким запросом. Он говорит, слушайте, я сертифицированный терапевт, я прошел такие курсы, такие курсы, у меня американский сертификат по идеологии, я работал там, там, там. И он называет это десяток сертификатов. И я говорит, не могу начать частную практику, я хотел бы взять себе терапевта. И он берет терапевта в нашей микрогруппе. Терапевт садится, говорит, слушай, чем я тебе могу помочь? У меня нет ни одной специализации. А клиентов некуда девать. Ну, кстати, терапевт был успешен, а после этого я смотрю, он постит новую группу, и он там начал уже работать. Ну, то есть подготовиться невозможно, да? Можно только в этот процесс войти. Вот, наверное, так. И мне кажется, что вот концепция неопределенности, она имеет очень большое отношение к нашей практике психотерапевтической. Ну, то есть вот сейчас мы понимаем, что у человека нет какой-то устойчивой природы. То есть все теории личности, которые существуют в любой школе психотерапии, это всего лишь, ну, определенный акцент. Это всего лишь способ задавать вопросы и способ просматривать человека. И более того, в процессе терапии и представление человека о себе, и представление терапевта о клиенте, и представление терапевта о себе тоже меняется. И когда мы здесь подходим к вопросу о том, какая может быть, например, ответственность терапевта перед клиентом, и есть ли она, я имею в виду ответственность за какие-то изменения. Ответственность за изменения и понимание того, может ли динамика клиента, насколько она определяется как бы только терапевтам. Потому что вот существует медицинская модель психотерапии, которая предполагает какое-то воздействие и исправление. Тогда как вот эта вот психотерапия постмодерна, она не исправляет, грубо говоря, какие-то проблемы. Ну, то есть психотерапия, на мой взгляд, улучшение состояния, она является как бы следствием какого-то самоисследования, самопонимания. То есть это не исправление, это не воздействие, это скорее деконструкция какой-то привычной реальности. Ну, то есть психотерапия как процесс, это процесс, ну, как бы такой управляемого хаоса. То есть человек приходит с определенной какой-то картинкой мира, ему нужно причинить какой-то такой небольшой локальный вред, чтобы картинка мира на какое-то время распалась, а потом собралась, но уже в новом каком-то качестве. И в этом смысле психотерапия – это такая терапия управляемого хаоса. То есть когда вот что-то происходит, что я не могу контролировать, контролировать, потому что многие психические защиты, а можно даже сказать, что все психические защиты, которые мы знаем, они направлены на то, чтобы снижать уровень тревоги, ну, как бы предварительно, но преждевременно снижать уровень тревоги. То есть еще до того, как я понимаю, что со мной происходит, я что-то делаю для того, чтобы эту тревогу снижать. И в этом смысле я тогда не получаю никакого нового опыта. Ну, кстати, меня сильно затруднило на конференции, была мастерская про колыбельную. И говорили, что колыбельная – это архаический такой способ, древний способ редукции тревоги. Во-первых, колыбельная конкретно для тебя. Во-вторых, конкретно мама. И эта мама, она каждый раз что-то такое привносит новое. Она как-то там покрюкивает, помукивает. И правда здорово. Вообще было прекрасно. А когда рассказывали про колыбельную, все так расслабились. Единственное, что ведущая мастерской потом включила колыбельную, как она ее понимает, и там звучала какая-то странная колыбельная. Говорят, что даже она была узнаваема для многих, но она была такая. О, Господи. Ну, примерно как Алиса в «Стране чудес» читает на ночь детям. Здорово, но... Не сильно успокаивает. Не сильно успокаивает, да, скорее бодрит. Создает. Да, создает. Я вот думаю, что вот про то, что ты говорил, про управляемый хаос и про нелечение, да. Вот завтра будет лекция. Вы обязательно сходите, послушайте Илья Латыпов. Он говорит, у меня много возбуждений в этом месте. Как не контролировать, как не исправлять, как просто быть, да. И как просто мое бытие, со-переживание вместе с клиентом, как меняет поле переживаний клиента. У него мне эту тему принадлежит. А я про это не знал. Да? Ну, не знал. Как удивительно, как вот эта тема накладывается. В общем, я ничего не говорил. Я говорю, слушай, вот мы будем про тревогу рассказывать, да. А ты бы думай сам. И он мне сам говорит вот такой вот. Я бы поуже, да, я бы вот к тревоге вернулся. К тревоге вернулся. Но вообще, я же психиатр, да, а мы любим все классифицировать. И у нас есть разные классификации вот такой тревоги, которая чуть-чуть за рамками нормы, да. За рамками нормы. Ну, вообще, в своем продолжении тревога, если усиливать, усиливать, усиливать и переводить ее к панической атаке, то мы обязательно придем на высоте этой панической атаки к переживанию грядущей смерти. И вот это переживание грядущей смерти, в принципе, в этом плане переживание тревоги смыкается с одной из экзистенциальных данностей, с данностью смерти. И любой человек, в принципе, да, к этой смерти движется. И сейчас мы с вами к ней, так сказать, на всех парах идем. Просто некоторые дальше, некоторые поглиже. Я думаю, нам нужно прилечь, чтобы не увеличивать трепетию вселенной, меньше совершения движений, тогда к смерти мы будем двигаться медленнее. Вот, кстати, один из вариантов, вот если через телесные проявления, то вы можете заметить, что тревога возникает тогда, когда человек сдерживает дыхание, сдерживает чувства, то есть как-то сковывает себя. И, допустим, когда он прилег, да, потому что как раз тревога возникает тогда, когда нет движений, а когда движения реализуются, да, и это моторный ответ на визу ситуации. Не знаю, если бы мы сейчас в этом целаре, скажем, какой-нибудь кельтский танец, да, ну, лекция пошла спокойнее. А может быть и нет. Вот. И я сказал, да, что один из видов тревоги непосредственно туда, к смерти, да, относится, а другой вид тревоги, как-то плавно, если продолжите, то ли нет, его можно продолжить до переживания одиночества или до переживания брошенности. И на это очень много психоанализов, потому что, в принципе, ребенок с тревогой сталкивается с самого начала. И для нас вообще критерий здорового ребенка, когда он в полтора года может спокойно выдержать отсутствие мамы в комнате, да, и мама тогда тот объект, который редуцирует тревогу, а там всего-то три функции, да, это сеттинг, да, когда мама сидит рядом с ребенком определенное достаточно длительное время, и он знает, что она рядышком. Это холдинг, да, удерживание, когда он делает всякие выкрутасы, да, вот ребенок белый, бедный, да, и так себя ведет, и так себя ведет. И несмотря на все выкрутасы, мама все-таки остается... Не отдает его в детдом. Не отдает его в детдом, да, и контейнирование, да, она не отвечает прямо на его национальные реакции. И вот этот вот сеттинг, да, холдинг и контейнирование, оно разве это не напоминает нам терапию, да, и сейчас вот вы тоже сидите, да, и несмотря на что выкрутасы, как-то все вы терпите, как-то контейнируете это. Ну и, собственно, в терапии то же самое происходит, да. Вот эта самая работа с тревогой. Ну и третий тип тревоги, он называется безобразным, а психиатрически это персекуторная тревога. Если ее раздувать, 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 там получится бред преследования, да. Большой брат смотрит на тебя, вот, вокруг враги, администрация психиатрическая, каждый день поцелает нам, Лену Богданову, да. Паранойя, конечно, паранойя, но если с позиции психоанализа, то это, конечно, страх кастрации. Ну, просто психоанализ и все в сфере, я так понимаю. Поэтому страх кастрации не то, что тебе конкретно колокольчики оторвут, да, а то, что ты лишишься чего-то важного, да. И вот это переживание, что ты будешь не принят, у тебя что-то отберут, что-то тебя лишат. Вот, собственно, вот эти три варианта. Я вот думаю еще, что вот эта персекуторная тревога прекрасная, что чтобы с ней справиться, нужно, ну, это грубая такая форма тревоги, и поэтому справляться с ней тоже можно по-грубому, а именно очень предельной определенностью, а именно ситуации пограничного расщепления. Ну, когда мы говорим, ну, вот, есть такая ситуация, и я при нее все знаю. Вот есть плохое, есть хорошее. Есть вот такая ситуация, когда, ну, я занимаю определенную позицию, и для меня совершенно другой полюс какой-то, он ускользает. И это, в общем-то, дарит много спокойствия, потому что на той стороне, понятно, все враги, на этой стороне я нахожусь, я вот белый красивый в пальто стою, ну, вот, там, все остальные вокруг плохие. Ну, скажи, истинные мусульмане. Ну, да. И тогда, ну, да. И тогда получается, что вот мы, ну, как бы, приходя к какой-то определенности, мы жертвуем очень большим потенциалом другого полюса. И тогда мы очень сильно регрессируем. И тогда, если говорить про психоанализ, мы попадаем в такую шизоидно-параноидную стадию расщепления, когда мы не можем вот эти вот противоположные части одного объекта совместить, ну, когда мы не можем довериться тому, что в поле есть одновременно что-то плохое, что-то хорошее. И я могу между этими двумя полярностями как-то туда-сюда бродить. И что конфигурация, она точно, ну, как бы не навсегда. То есть мне кажется, что вот это вот стремление справиться с тревогой, очень сильное, оно приводит, ну, к какой-то психической парализации, к какой-то эмоциональной инвалидности. Что мы себе за счет безопасности обеспечиваем, ну, точнее, нет, вот мы себе обеспечиваем безопасность за счет ампутации неопределенности как синонима креативности, которая позволяет видеть какие-то вещи в поле. И тогда терапия, психотерапия, это вот просто возможность увидеть, ну, какие-то другие оттенки, что ли. Вот я бы твой абзац прямо записал, потом расшифровывал по фрагментах. Ну, я просто теряю там начало и конец. Это у меня просто мозг маленький. Я, потому что, ну, это плохо. Вот это плохо. Это было плохо. Секуторная тревога, это плохо. А что такое хорошо? Вот просто сын к концу пришел. Это же Корнея Чуковская, мы автор, конечно. Сейчас будем рассказывать, что такое хорошо. Вот как надо. Вот как не надо, вот так не надо. А как надо? Ну, во-первых... Даю совет, ну, даю совет, не слушать никаких советов. Ну, во-первых, с тревогой происходят удивительные вещи, когда ее осознаешь. Причем осознать внутри себя, это маловато, да? А когда ты ее осознаешь в диалоге, когда ты признаешься, слушай, я вот здесь и что-то мандражирую. У нас одна из таких известных психологов в городе, она отличалась всегда каким-то дрожащим голосом. Она вот так всегда говорила. Но потом она училась, говорит, я буду сейчас с вами говорить дрожащим голосом. И когда она это произносила, у нее этот дрожащий голос куда-то исчезал. Очень нормально, дальше разговаривал человек. Вот. Прикольная такая штука. Или человек, выходя на трибуну, выходя на мастер-класс, говорил, сейчас сначала я буду беспокоиться с вами, и вы все видите, как дрожат мои руки. И после этого признания, да, признание, я говорю, сейчас Наталью смотрю, да, говорю, и мне прям спокойно становится. Я думаю, что надо-то через отношения, да, Максим? Ну да. Получается, что мы можем, ну как бы, на две вещи опираться. Мы можем опираться вот на этот процесс творческого приспособления, когда мы понимаем, что, ну, неопределенность, она, в принципе, заложена в наш опыт. То есть, что мы всегда будем попадать в ситуацию страха, тревоги, это, ну, какая-то речь такая неизбежная. Но у нас достаточно сил, ну, в силу какого-то нашего прошлого опыта, чтобы справиться с этим вызовом, этим вызовом новой ситуации. И тогда это вот то, что Гештальт называет, там, теория сейл, процесс контакта, цикл контакта, творческое приспособление. Это мы можем, ну, опираться как бы на нашу способность. Ну, понятно, что мы всегда существуем в социуме, и хорошая опора является опорой на отношения. Но при этом опора на отношения, ну, в состоянии такой зрелой зависимости. Ну, там, я имею в виду, что опора на отношения, когда я не нуждаюсь в человеке, как будто он там должен для меня что-то делать. А вот я помогу отдельно от него существовать. Но вместе мы, например, берем и делаем какое-то общее дело. Ну, например, вот мы с Алексеем, в принципе, могли бы эту лекцию прочитать как бы по-разному. А мог бы подойти к Алексею и сказать, Алексей, давай вот вместе читать, потому что я вот один не могу, вот ты мне прям очень нужен. Ну, и тогда это будут отношения зависимости. А если мы просто делаем какое-то дело, и при этом у нас, ну, может быть, получают чуть-чуть по-другому, чем по-одиночке, то это тогда отношения, ну, как бы зрелые. Вот я вот думаю, что вот опора, она может быть вот на такие отношения, потому что я тогда и свой ресурс как-то понимаю, и еще и могу пользоваться другим человеком, а не там требовать от него чего-то, или, например, отдаюсь полностью в эти отношения. Правильно? Ну да, и отношения – это не отношения. А, да. Можешь пояснить, вот сейчас, да, вот этот вот пример, приходишь, вот сейчас ты на что опираешься? Я опираюсь... В отношения, когда мы вместе. Я опираюсь на интересы. Ну, потому что, мне кажется, и интересно, что Алексей скажет в следующий раз, потому что вот эта вот спонтанность и креативность меня как-то сильно так вот возбуждает, ну, в хорошем смысле. Очень интересно. И это, и это является ресурсом, и это тогда является то, что создает какую-то вот напряженность, опять же, неопределенность, и, ну, какую-то пульсацию. Да, азарт есть. Азарт есть. Ну, еще чуть-чуть. У нас мы время уже выбрали свое, я так понимаю, да? Ну, вот эти отношения, это, конечно, всегда отношения с человеком. Это всегда отношения с одним человеком. И, несмотря на то, что мы сейчас работаем на аудиторию, да, все равно цепляешься глазами за кого-то одного, да, работаешь с кем-то одним и ловишь вот это «мммм», да, от кого-то одного. И тогда, вот подкрепляясь, да, немножечко идешь дальше. Но понятно, что у нас сейчас за бортом осталось целый, там, спектр. А еще немного, кстати, не вспоминаю. Что еще? А, о, туда можно не останавливаться. Я чуть-чуть, может, у тебя освежел. Здесь смотришь? Угу. Отлично. А вы сейчас как с приемом? Я смотрю на часы, опираюсь, да, мне кажется, что я вижу, я сейчас понял, что у меня там в два раза калибр, ну, маленького супруглата. Вот, через отношения. В глобальном смысле у меня есть, конечно, своя социальная сеть, на которую я опираюсь, да. То есть у меня есть люди, в отношениях, с которыми, ну, я чувствую себя в относительной безопасности. Понятно, это мои близкие, понятно, это мои родные, понятно, это мои друзья. И в каждой конкретной ситуации целый сон более или менее отдаленных приятелей, да. И вот, кстати, когда люди переезжают в другой регион, мне очень тревожно всегда. Я говорю, а как ты там будешь? Тут у тебя все выходы и входы известны, ты знаешь, кому позвонить, кого о чем спросить. Вот интересно как. И правда, я видел людей, которые переезжали туда, где вопросы решены, там, где уже живут друзья, да, или там есть какое-то дело, и там было все в порядке. Я видел людей, которые езжали и возвращались в наш родной город, да, именно натолкнувшись на то, что да, деньги есть, да, есть жить где. Есть что есть, но как-то вот скучно, неинтересно, и плохо, и вообще дискомфортно, не мое место. И вот эта социальная сеть, это, конечно, важная штука в борьбе с неопределенностью. Меня очень, помню, задел пример. Я, к сожалению, не участвовал, но потом мне несколько людей рассказали, когда на специализации по терапии травмы про социальную сеть говорила, кто там был. Да, 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 голосово. Голосово, Нина, да, и всех задел вопрос, а кто тебе будет чистить зубы, если что произойдет. Ну, как-то вот про деньги, про пожрать, где переночевать, все нормально, да, а вот конкретно тебе будет чистить зубы. Тебя-то на это не задело? Ну, задело, да. Но мне как-то там получилось так быстро как-то найти ответ на вопрос. На этот вопрос? Это робот. Робот? Ну, есть такой шизоидной части, специально сконструированный. Вот, вот это вот социальная сеть. И понятно, что мы можем быть в разных отношениях. Понятно, что у нас могут быть отношения, ну, допустим, вот гешталь в сообществе, сообщество профессионалов. Понятно, что в этом сообществе очень много всяких конкурентных переживаний, много всяких конкурентных эмоций. И на высоте этой конкуренции, да, на высоте переживания конкуренции там появляется и зависть, да, и а-а-а, там кто-то что-то не получил, а-а-а, группа не набралась, а-а-а, давайте на эксперименту, да. Тренера не приехали. Тренера не приехали. А-а-а, ничего другого. И тем не менее, да, то есть когда что-то происходит, когда ситуация волнующая, да, и когда ситуация сложная, мы точно понимаем, что в этой ситуации при прямом обращении к человеку ты всегда получаешь помощь, это очень важно. Это, правда, здорово обнадеживает. Ну да, и поэтому мы, собственно, вот лекцию назвали именно так, то есть, ну, как-то про неопределенность поговорить. А тема конференции – это интеграция в сообщество, после двоеточия стоит отношение и выбор. И вот это похоже на то, о чем Алексей говорит. То есть, ну, эта интеграция, она как бы происходит совместно. Ну, то есть это та штука, которую мы можем сделать вместе, но и нам нужно сделать какой-то шаг навстречу друг другу, потому что, в общем-то, тревогу свою можно, правда, поддерживать как какой-то… Ну, я могу не тревогу поддерживать, нет, я могу свое спокойствие поддерживать, ну, как какой-то такой нарциссический проект. То есть, я могу там жить сам по себе, я могу там, опять же, получать какие-то сертификаты, работать, не знаю, получать признание от клиента, к примеру. Вот. И это будет тогда мой индивидуальный проект. И в этом смысле я не очень себя чувствую защищенным в некоторых ситуациях. Я, с другой стороны, я могу себя опознавать как часть сообщества, как член сообщества, который обращается за поддержкой к профессиональному сообществу. И это, мне кажется, является очень важным ресурсом. Вот. И это, возможно, является даже, ну, каким-то таким необходимым этапом развития сообщества. Либо это не происходит, тогда происходит что-то другое. Но, мне кажется, вот, естественный этап, это вот какая-то интеграция. Вот именно как система. Ну, я бы сейчас чуть-чуть, немножечко будто бы назад отошел. Ну, может быть, не назад, а в сторону патологии. Потому что, ну, наверное, тревога – самый частый симптом. И беспокойство – наиболее самый частый симптом, с которым обращаются люди. И всегда смотришь и понимаешь, чего бы не хотелось иметь самому. И я понимаю, как с позиции гештальтерапии, как это можно расшифровать. Причем над этой формулой, да, невротическое устройство контакта, я довольно много времени потратил на то, чтобы для меня это стало яснее. И для меня сейчас это выглядит следующим образом. Если в моем прошлом у меня есть какие-то незаконченные циклы, и я чего-то там не добился, я что-то начинал, и у меня не получалось, и это подвисло и не ассимилировано, да, и осталось каким-то травматическим опытом, то в этой ситуации я начинаю воспринимать окружающее как потенциальный источник такого же травматического опыта. И тогда я с тревогой начинаю смотреть наружу, да, в окружающий мир. И если я с тревогой смотрю в окружающий мир, то у меня будто бы не хватает времени посмотреть внутрь себя, а оглянуться внутрь себя и разобраться со своими потребностями. А если я плохо разбираюсь со своими потребностями, да, то я плохо понимаю, что мне в этом окружающем мире нужно. И сколько бы я туда не всматривался, я будто бы не вижу. И когда смотришь на типичного пациента, невротика, он скорее не всматривается в мир. Это не живая игра глаз с поиском того, что тебе необходимо. Это скорее тревожное поглядывание, такое бдительное. И попытка контролировать. Да, попытка контролировать и попытка быть бдительным. И он скорее не готовится что-то взять в мире, да, а скорее он в любой момент готов уворачиваться. И с одной стороны, да, хронически вот этот не удовлетворёшь внутри, и вот эта бдительность снаружи, ну, сплошь и рядом, не знаю, 80% клиентов, которые обращаются. Именно вот такая позиция. И вот в процессе терапии выйти на тот уровень, да, когда он будет чувствовать себя совершенно безопасно, расслабиться и нормально в контакте с тобой начнёт смотреть, что ему нужно, да, не тревожно поглядывая, да, а правда изучая, да, и двигаясь за своим интересом. Это, конечно, дорогого стоит. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нас тут возникла такая атмосфера, чтобы мы поддерживали участников мастерских и тех, кто их организует, тех, кто их проводит, да, в таком ключе, чтобы была вот такая атмосфера безопасности на конференции, да, чтобы можно было не уворачиваться от, скажем, от критики, да, а правда исследовать вопросы, которые, тем более, что, ну, темы, которые я смотрел, там, перечень, мне понравился. Есть о чём. Ну, мне вот эта вот сейчас пришла в голову идея о том, что, получается, неопределённость, она, в общем-то, является тогда синонимом свободы. Но невроз – это, в общем-то, потеря свободы. Соответственно, способность находиться в неопределённости, она, в общем-то, делает меня гораздо более свободным в отношении к человеку, который всё время находится в напряжённом ожидании и контролирует окружающий мир. А если говорить про тему конференции, то вот, ну, несколько есть тем, например, связанных с темой зависимости. Потому что зависимость – это как раз вот тема, связанная с потерей свободы, и она, опять же, связана с попыткой преждевременного контроля тревоги, то есть непроживания вот этой вот полноты ощущения себя, своих переживаний, своих телесных процессов. И в этом смысле возможность быть в неопределённости делает человек свободным. Вот такая вот романтическая какая-то идея возникла. Ну, так что, тогда мы за романтизм? Уже? Ну, да. А ты думаешь, ещё что-то? Нет, можно за романтизм. Вообще, мы за романтизм, за поддержку друг друга в эти три дня. Приглашаем вас рисковать. Да, поддерживаем вашу тревогу в её нормальных рамках и своим. А для того, чтобы как-то с тревогой справиться, мы можем потом… У нас есть такой формат, как процесс группы, и это в том числе для того, чтобы как-то взять и процессы, которые развернулись сегодня, и как-то уконтропупить. Ну да. Смелировать. Да, и мы не приветствуем употребление психотропных наркотических веществ для редукции тревоги в дневное время. В процессе… Да, в процессе работы операции. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует...